А вот следующая героиня нашего сюжета добилась значительных успехов, ухаживая за городским парком. Валентина Заворотко после выхода на пенсию решила променять размеренную жизнь пожилого человека на благоустройство излюбленного горожанами места отдыха. Оказалось, что 73-летняя жительница Фаладара живет в старой сторожке, поскольку своего жилья у нее нет. О нелегкой судьбе бабушки Вали расскажет Резаби Кахметов. Живет Валентина Заворотко в сторожке с 1996 года. Почти 30 лет. Шесть лет уже не работает, не позволяет здоровья, да и возраст. Но сторожку свою не бросила, идти некуда, говорит пенсионерка. Пенсии едва хватает на продукты и лекарства. В помещении нет водоснабжения и отопления. Только электричество, которое местные власти решили не отключать из сочувствия к пенсионерке. А в домике так и осталось. Просто идти больше некуда. Ну, 90-е годы, знаете, квартира была. Нету квартиры. Если я уйду, то этот домик разнесут. И будет бардак в парте. Чиновники обещали ей комнату строящихся неподалеку от парка домах. Но так и не дали, говорит пенсионерка. Навещать ее приходит сын. Но забрать к себе старушку не может. Бабушка Валя, так называют ее знакомые, не отчаивается. Она стала сердцем этого парка, говорят жители. Все ее знают, подходят, спрашивают о здоровье. Бабушка сидела на своей лавочке возле дома. И такая добрая бабушка. Я еще думаю, как один домик остался тут в парке. И, наверное, это бабушка охраняет ее, наверное, как говорится. Ну, это жизнь ее. С бабой Валей мы знакомы не так давно. Мне просто стало интересно, кто живет в этом домике. Я пришла, увидела все изнутри, узнала ее поближе. Несмотря на то, что у нее маленькая пенсия, она содержит котика. Несмотря на то, что она живет в таких условиях, она очень добрый человек, отзывчивый, всегда всем помогает. Для многих бабушка Валя не просто хранительница старого домика, но и символ теплоты и доброты. Ее знают, уважают и поддерживают. Ведь, как говорят горожане, парк без нее уже невозможно представить.